У меня было обычное детство Такого российского ребенка 90-х Мы жили в проголодь, сдавали бутылки Чтобы что-нибудь купить Оно очень сильно на меня повлияло в этом плане Потому что как только я начала зарабатывать Лет в 14 я начала покупать очень много вещей Я помню, как было стыдно, когда я приходила в школу И мои одноклассники рассказывали о том, что они ели на обед И я все время придумывала что-то новое Что я кушала Хотя на самом деле мы ели одну и ту же картошку Которую закупали мешками на зиму И я придумывала те блюда, которые я как будто бы ела Мои одноклассники тоже врали А еще я помню, что я говорила Что я ношу одни и те же вещи Потому что мне они нравятся, они мои любимые Хотя мне просто ни черта нечего было носить больше В то время как раз заканчивался Афганистан И очень много было трансляций оттуда по этой теме А я как человек достаточно впечатлительный Я в то время, ну естественно, маленький ребенок Я играл в, у меня был такой большой КамАЗ Точнее даже был не КамАЗ, ЗИЛ, наверное Он был у всех, он был металлический, цельнометаллический С резиновыми колесами И его даже скидывали с балконов И с ним ничего не происходило Это были такие монолитные игрушки Нашего советского детства Которые невозможно было сломать И вот он был у всех, там был большой кузов В общем, этот кузов я туда складывал Фигурки солдатиков, обмотанные в белые тряпки То есть это то, что я видел по телевизору То есть в это время показывали, как вот трупы в Афганистане Вот они сбрасывают их в братскую могилу Я успел побывать октябренком Вот, и думал, что Ленин Кучерявый на значке Это Пушкин И как-то они у меня вместе соединились воедино Потом рухнул Союз И у нас в городе было такое движение бегунов Достаточно уникальное То есть районы были поделены на сферы влияния Везде были свои группировки этих бегунов Которые занимались тем, что нападали друг на друга Используя при этом холодное оружие, трубы И я видел, как две группы людей Так человек 30 в сумме косами Друг друга лупили И я шел с мамой И мама толкнула меня на землю Мы легли, потому что они еще стреляли друг друга из самопалов Я родилась в городе Череповце В Вологодской области Это такая стандартная фраза С которой неизменно начинаются подобные рассказы Потому что спрашивают достаточно часто И я непременно прибавляю область Хотя, в принципе, наверное, можно было бы не прибавлять И вот только сейчас В последние лет пять Люди стали реагировать достаточно интересно Многие говорили Да, я был в этом городе Я знаю такой город У вас прекрасная филармония Я был там на гастролях И я радуюсь, когда слышу Что мой город ассоциирует с филармонией А не с чем-то другим Потому что еще раньше Вспоминали Северсталь Это большой завод Про бензиновый дым Которого многие мои стихи Собственно, мы все выросли в этом дыму И ходили гулять И смотрели Да, наверное, самое яркое воспоминание детства Это яркий синий огонь На его трубах Он заметен, когда Приближаешься к городу на автобусе или поезде И вот в этом пламени В этом пламени мы жили Жили освещенные этим пламенем Отец у меня работал посменно И, как правило, чтобы какие-то деньги ему платили Он работал там сверхурочно И так далее Мама была, ну, как сказать Воспитатель в детском саду То есть, в принципе, ну, такое было Простое детство Неплохое было Ну, простое Жил я на границе с Дагестаном, получается Ну, город Нефтекумск, Саврохольск, края Вот, то есть, ну, война там все такое Ну, тоже было, да, там свое, так скажем, немного У меня в школе был мальчик, которого взяли, значит, в качестве, ну, так скажем, заложника Чтобы за него выкуп выплатили родители Вот, мальчик там из обеспеченной семьи И его прям посреди белого дня похитили Увезли в Чечню Посадили в яму Родителям там, ну, прям вот пальцы присылали по почте Ну, такое было, да То есть, ему три пальца отрезали И в итоге его нашли Ну, я не помню, честно, там, то ли часть денег Ну, не бесплатно, в общем Ну, его освободили Детство я провел в городе Северодвинск Это такой город небольшой в Архангельской области Там всего 150 тысяч населения Ну, промышленный город Там есть завод, который подводные лодки как раз производит атом И, в общем-то, кроме вот этого завода Там особо работы нет И из-за этого, ну, из-за этого, еще из-за ряда факторов Там каждый год очень большой отток населения То есть, там по несколько тысяч человек каждый год оттуда уезжает И, ну, из-за этого, еще из-за того, что там холодно Плохой климат Самое интересное началось где-то уже Когда какой-то ранний подростковый возраст Начался лет 12-14 То есть, мы с пацанами там Что-то пили алкоголь Там бегали по каким-то постоянно подвалам По крышам, по каким-то таким местам жутким У нас был на районе такой 16-этажный огромный дом На несколько, ну, протяженные там Длинные, в общем Там были тоже много разных мест Каких-то даже, как сквоты какие-то были такие устроены И как-то мы примерно так проводили время И это было нормально Большинство из моих тогдашних друзей Они сейчас, как бы, стихов не пишут Грубо говоря, мягко говоря Когда я окончил школу Мне просто захотелось куда-то уехать И было не очень важно, куда Мы лежали в тревожном поле И над нами летали птицы Искажались радиоволны И казалось, что нам приснились Деревенские магазины Раскаленный песок и воздух Ленты клейкие, лейкие ливни И мы мелкие, лезем на сосны По шоссе проезжают камазы Сотрясая сервизы в серванте Бьются рыбьи сердца Наполняясь дождевым газированным счастьем Мы поднялись и пошатнулись Стоя в синей траве Синхронно в эпицентре магнитной бури Где надломлены радиоволны Мы увидели все, что будет Все, что было в нескольких кадрах Лишь помехи и гулкие глюки Это очень похоже на правду Это детство научило меня оценить вещи Которые многие люди не ценят Оно расставило какие-то точки И появились определенные приоритеты Хотя я понимаю, что с тем же самым детством Я могла бы вырасти человеком Зацикленным на деньгах, например Но я просто определила для себя Какие-то иные ценности В моем детстве было очень много любви Очень много слов о любви Очень много принятия И каких-то таких контактов Которые научили меня Взаимодействовать с людьми Я думаю, что это самое ценное В моей жизни вообще Поэтому я не уверена, что если бы Мое детство было благополучным То я бы стала тем человеком Которым я стала Слушай, а раньше же кассиром в супермаркете Ну вообще в магазине Вот продавцом было круто Я вот помню Ну вот в детстве Я, например, вообще мусорщиком хотел стать Я бы и сейчас мусорщиком вообще бы стал Как бы нормально работать Я вообще не понимаю, почему Там одни профессии такие-то Вот как раньше было То, что у каждого там своя Ну как бы каждая профессия Она важна И так далее Сейчас вот почему-то Перестали как-то вести на эту тему С детьми какие-то разговоры Ну и вообще где-то в медиасфере Не слышу такого Чтобы было какое-то равенство Мое детство очень связано С нашим районом ЧТЗ Челябинским тракторным заводом В одно время Там 90-е года Начало 90-х годов А так как в основном Все население района Работало именно там И зарплату в это время Им не выдавали А выдавали зарплату пуховиками Такими желтыми, китайскими Даже не желтыми Такого грязно-песочного цвета И вот выдавали им их много И они распродавали соседям Кто не работал на заводе И поэтому мы все На горках, где мы играли в Царя горы Мы все были вот в этих одинаковых пуховиках Такого мерзкого, скажу, этого цвета Все были одинаковые Если ты приходил в какой-то другой район И встречался с девушкой, например, из другого района То к тебе подходили местные Которые не разрешали Смешивать кровь между районов И спрашивали у тебя Почему ты здесь? Если ты знал кого-то с этого района Говорил, что я знаю там такого-то человека То ты мог, в принципе, уйти живым Но, скорее всего Очень сильно били при этом Я всегда думала, что я буду лучше находить общий язык с молодыми Ну, потому что мы как-то ближе и понятнее друг к другу Но всегда оказывалось, что Что я все время больше времени проводила И как-то понятнее была Мужчинам за 50, за 60 То есть уже таким довольно взрослым И мой первый мастер Александр Алексеевич Ракимчук К тому было очень явным подтверждением Я приехала в Москву поступать в ЛИД в 17 лет На мне были прекрасные оранжевые босоножки На каблуке 12 см Коротенькое желтое платье И красные тени, которые я мазала вот так вот Окуная палец Ну, собственно говоря, вот так вот Ну, то есть и ракет такой То есть я была просто совершенно прекрасна и незабываема Я с ним познакомилась Это был такой пожилой мужчина С пузиком, как мне тогда показалось И потом оказалось, что он попросил Одну нашу общую знакомую Чтобы Сделать так, чтобы я умыла лицо То есть, видимо, ему как-то очень вопиющим показалось Очень вопиющим показался мой внешний вид И действительно мне пришлось отмыть красные полоски С век И как-то, в общем, стало милее У старшего брата Наташи в параше висел плакат С голой моделью Эрикой Элиньяк Из грозного инвалидом вернулся брат Плакал во сне и проснуться не мог никак Жизнь проживала нас, как плохой видак Лентус кунг-фу и тьфу Не наложишь бинт Старший Наташин брат потерял чердак И перешел на винт Детство мое из-под крана пьет ингулец Дичку жует, в карманах носит карбид Словно к иконе ходит к плакату юнец Трогает, морщится, щурится и сопит А старшие братья, когда до конца умрут В небо чеченское в звездочках, как коньяк Их заберут, женщины заберут Женщины с лицами Эрики Элиньяк Я не могу сказать, что я выбирала для себя, что я стану поэтом Это не выбор Поэзия это не выбор, это просто данность Я просто такая есть Я не уверена, что стихи можно научиться писать Просто вот так с нуля Ты никогда не писал Я хочу научиться писать стихи Мне просто кажется, что в этом есть что-то Большее, какое-то стремление Или что-то, может быть, врожденное Кроме непосредственного желания Может быть, как и со всем остальным Потому что, например, я Училась на худографии Я училась рисованию Я училась живописи И в какой-то момент я умела это делать И получала пятерки Но это совершенно не мой медиум И не мой способ диалога с миром и с другими людьми Поэзия — это вот такое же внутреннее стремление Говорить на вполне определенном языке Это как черно-белое кино Атмосферное Обволакивающее То есть я люблю, когда меня полностью поглощает То есть, скажем так, резонирует Когда это надрывно Когда это честно Я люблю, чтобы я ощущал и привкус соли Если там, я не знаю, стихотворение о море Привкус соли на губах Привкус крови Привкус мороза Запах свежего кофе Запах женщины То есть то, о чем мне рассказывает человек Рассказывает, пусть это будет даже не человек Пусть это будет рассказывать стихотворение Как самостоятельная единица Чтобы я это представлял Я это чувствовал Я это осязал У меня как бы друзья были такие Они не особо разбирались в современной поэте Так скажем Но они разбирались в современной музыке То есть они нравились им вот Король и Шут То есть вот опять же Сектор Газа Вот, то есть под гитару А я в это время Ну, стихи, естественно, конечно же Пописывал там, бывало Что-то придет мне в голову, запишу Нет, ну я серьезно Я вот, между прочим, рассказывал Ксюше Да, то, что я вот Как бы вот мне нравится Да, вот как сейчас, допустим Идет мероприятие Радует со мной сидеть Девушка какая-то Ну, я с ней не знаком К сожалению Ну, стесняюсь вообще Почему-то, не знаю Ну, прикольная девушка Похожа на Хельгу Знаешь, вот мне почему-то Хельга хочется назвать Вот это Что-то в датской В ней есть такое Хельга Вот Наверное, ее по-другому зовут Вот Ну, я как бы боюсь Разрушить интригу просто Ну, как бы для себя Внутренне То есть боюсь Ну, вот Собственно говоря То есть атмосфера Мне нравилась атмосфера сама То есть мне нравилось Когда, ну, вот что-то вот происходит Да, а я вот, ну, пишу Меня это вообще не отвлекает Да, то есть ты говоришь Что там солдаты ходят Там Какие-то там Межнациональные конфликты И так далее Да, то есть это Ну, в принципе Ну, не знаю Мне наоборот нравилось Когда какая-то движуха происходит Я думаю, что поэзия Это своего рода инобытие Конечно, этот термин я придумала не сама Я позаимствую его у Гегеля Более того Мне очень часто кажется Что слова Которые я использую Очень часто кому-то принадлежат Когда я была маленькой и глупой Мне приходилось искать другие слова Выискивать те Которые мало были в употреблении Которые кажутся мне чистенькими Новенькими и незаношенными Потом, когда я стала старше Я поняла, что существует особая прелесть Особая прелесть и в словах Бывших в употреблении Это слова рода словесный секонд-хенд Когда ты можешь купить ботинки У которых была своя история Которые, может быть, путешествовали по Германии Которые стопили машину Ехали в Кёльну Я не знаю, что там еще могло происходить с ботинками Или когда ты покупаешь рубашку В которой молодые люди занимались с любовью Ну мало ли что могло происходить с вещами Ну вот, со словами то же самое И инобытие для поэзии По моему очень хорошее слово Хотя и не мое Я думаю, что это инобытие Присутствует всюду и всегда Мы везде видим и ощущаем имманацию этого инобытия Разговор попутчиков в поезде Инструкция к пылесосу Даже как кошка мяукает И мы слышим этот ритм Что кошка мяукает, кошка мяукает, кошка мяукает И всегда это повторяется И создает ритмическую основу Это и есть поэзия Так я думаю Действительно бывает состояние, в котором ты понимаешь Что язык начинает через тебя разговаривать И это очень необычное состояние Которое мало с чем можно сравнить Когда ты, не знаю, идешь и это происходит Непонятно почему, на ровном месте И там, не знаю, каждая какая-то незначительная деталь интерьера Пытается там в целый клубок образов Распуститься целым цветком образов И это все такое одновременно страшное и крутое состояние Еду я, допустим, в метро И смотрю на вот этот Новостной такой, этот мониторчик И там всякие новости мелькают А рядом люди разговаривают И я еще, например, параллельно читаю книжку Какую-то И все Вот это получается такой определенный Какой-то информационный шум И я, когда погружаюсь в этот шум Вот эти стихи, они как бы сами получаются То есть можно сказать Вообще я их практически не форматирую Мне кажется, что когда слова Всех мировых языков создавались То они создавались не поштучно, не рассыпчато так А в виде неких скрепленных блоков И этими блоками были стихи Все написанные стихи И все еще пока не написанные Потом просто их разделили И слова эти бросили людям И когда человек пишет стихи Хорошие То тогда он случайным образом Соединяет их Вот в той последовательности В которой они были Когда, собственно, родились Потому что такие Великие стихи Как, например Там, ну скажем Иволга Заболоцкого Иволга леса Отшельница Что ж ты смолкла, мой друг Это потрясающие стихи Но это же просто слова Обычные слова Которые мы используем в быту Там есть мелодика Там есть рифмы, ритм Но главное По сути Это слова Которые стоят На своих местах Когда они соединяются Слышен такой щелчок Поэт услышан Здесь перья Прорастают из семян И ветер Белый пух Швыряет в окна Здесь пёси глаз Больная поволока Любовью Воздух кухни Осиян В которой Вытекает молоко Ржавеет В мойке Старый мамин ножик И ни одна из нас Бежать не может Одета Не по городу легко Среди пера И подорожника И мха Сама себе Глухой Ненужный атом В больших цветках Расшитого халата И в шлёпанцах На худеньких ногах Так Помню Бабушка Стояла у плиты Дышала Дачным Золотистым луком И ничего Не думала О внуках И на халате Не было ей дыр И двадцать лет Как не было войны В районе Открывают продуктовый И курицы Задушенные Голые Мы сыты По пути Домой не хныч Смотри на здание И клумбы И деревья Мы нанесли На контурную карту Над городом Горит стелеплакатный И на него все крестятся И верят Теперь деревья Выросли в столбы В бетонные опоры Телеграфа Но на заводе Это одиночество Это вкус Кофе Растворимого На заправках Запах Постельного Белья В поездах Запах Прокуренных Тамбуров Кислого Пива По утру Каждый Автор выбирает Для себя Свою точку Зрения Свою точку Наблюдения Это настоящее Это живое Это можно Потрогать Это ты выходишь После К стихотворения И ощущаешь Некую Дрожь Обычно я говорю Что стихи Это галлюцинации Потому что Ну когда какой-то Читаешь текст Который тебя цепляет Он потом Ты видишь Какие-то галлюцинации И эти галлюцинации Остаются с тобой Потом навсегда То есть у меня Например так Если я прочитал Что-то И мне понравилось Если я перечитаю Это там Через несколько лет То я увижу То же самое Что я видел Тогда в первый раз Я никогда Не отделяла Жанрово Стихи от прозы То есть Мне всегда казалось Что я делаю Что-то Среднепромежуточное И в конечном итоге Это действительно Вылилось В увлечение Таким очень Расшатанным Акцентным Стихом Или верлибром Или Возможно Даже Какой-то Ритмизованной прозой Сейчас я Пользуюсь Какими-то новыми Формами Новыми Схемами письма Есть готовые Готовые слова Которые можно взять Например У меня есть Стих Турени Который заканчивается словами Тетрадь ученическая 18 листов Краснокамский Полиграфический комбинат То есть Это вообще Просто Литературный Редимейд Я взяла Тетрадку Перевернула И там написано Тетрадь школьная Ученическая 18 листов Краснокамский Полиграфический комбинат Но это же стихи Правда? Бывало такое Что сижу Значит общаюсь Там с девушкой С какой-нибудь Или Там на вечеринке Где-нибудь И вдруг Такое Как типа Озарение Там что-то И я все бросаю Сижу Записываю Пью травяной чай После этого Чтобы не волноваться Когда девушка Уходит И не желает Дослушивать дальше Моя мама Которая очень любила Живопись Например Она хотела Привить мне Любовь к искусству И мы ездили Всегда В разные города В разные столицы Смотреть Выставки Там Перасмани Импрессионистов Экспрессионистов Когда они приезжали И это даже происходило Когда я был Совсем маленький И однажды Мы поехали На выставку Чурлёниса И я ничего не понимал И говорил маме Я хочу в Макдональдс Потому что у меня В городе Тогда не было Макдональдса И мама Очень расстроилась Что вместо Чурлёниса Я шестилетний Хочу Десятилетний Хочу в Макдональдс И сказала мне Что я сплошное разочарование Мне в какой-то момент Когда Я вступала В местный союз писателей Сказали Что как бы Алена Вам надо определиться Ну как так У вас в подборках То такие тексты То такие тексты Ну нельзя же так И я тогда Прям так себя плохо чувствовала Думаю Ну как-то Ну Не надо же определиться Ну на самом деле Почему я пишу То так То так К читателю Уже надо как-то привыкать А сейчас я думаю Какого чёрта Ну типа Какая разница Стивен Хокинг Встаёт поутру Стивен Хокинг Заявляет В чёрную дыру Громко Через свой звукообразующий аппарат Уважаемая чёрная дыра Бога нет Да он особенно Говорят и не нужен Если вся информация Не исчезает Бесследно Даже фраза Бога нет Уважаемый товарищ Хокинг Господь не может быть Поругаем Радисты Хоть от обезьяны Будь сделан Хоть попугаем Северное сияние На чистом Норильском Ему говорит И как брюхо Мясной мухи Зелёным горит Любая информация Передаётся В гестапо А не испаряется С поверхности Чёрной дыры И поедете В адским этапом В другие миры Разговор услышали Звёзды Зашуршали На своём Пиздобляцком Звёздном языке Что вот этот гений Просто Пальцем не может Пошевелить На своей руке Бог заткнул им рты Советскими спутниками Сдохшими на орбите Живёте 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 После смерти Каждый из нас Превратится в книгу Эту книгу Поставят на полку В огромной библиотеке И эта книга Будет читать Все остальные книги И её саму Будут читать все И я попыталась Представить себе Каково быть Вот этой самой книгой Ведь Эта библиотека Бесконечная Потому что в ней Каждый день Каждую секунду Даже вот когда мы Сейчас стоим В ней прибавляется Всё больше и больше книг Их прочитать Физически невозможно Но когда ты станешь книгой Они в тебя будут Проникать напрямую И твой текст Тоже будет принадлежать им Скорее всего Там действительно Что-то существует После смерти Раз люди не могут Этого представить даже Но мы же не можем Представить Абсолютную пустоту То есть Как это Я например Не могу Может быть Кто-то может Я пустоту Не могу представить Что меня нет Ну если верить Физикам Мы Наши частицы Присоединяются К огромному облаку Частиц Вообще Самая сильная Сила В нашем мире Это конечно Сила природы Природу Можно назвать Тем самым Богом Копьер управляет Как и движением Воды Земной коры Какими-то Людскими Поступками Считается Что перед войной Рождается больше Мальчика То есть Природа Каким-то образом Контролирует Контролирует Распределяет И поэтому Мы Если мы являемся Частью ее Наверное Мы В ней бессмертны Мы в ней продолжаемся Это завораживает Знаешь Ощущение Что Ты распадаешься На молекулы И становишься Всем вокруг Твои молекулы Попадают В землю В воздух В растения Во все Ты просто Становишься Миром Это просто Необходимый сон Так же Необходимый Как необходимый Сон По 8 часов Каждый день У меня вообще Очень Как-то Щекочет Нервы Мысль О том Что Мы может быть Вообще Каждый день Просыпаемся В неком ином Состоянии В ином теле Просто Мы все Это помним А предыдущего Не помним Беги Венечка Беги Кругом зима Враги Если не шила То машина Не заколет Так застрелят Загонят В подъезд Зверя Накинут На шею Подтяжки Беги До дома В ванной Под струями Смы День Уличный Тяжкий Утопить Сахар В чай Чашки Хлебни С фляжки Амброзии Беги По морозу По переходу В петушки На свободу После зубровки Или хереса Ноги ноет А ты тяпни На стой вереска Венечка Цыганка Пристанет Позолотит руку Копеечкой Опасайся Многоэтажных Свечек Береги С молоду Честь Осознание Печень Венечка Сам знаешь Жизнь Кросс Пересекай Крымский мост А лучше Бей Венечка Бей За пару Рублей За редких Друзей За рваные Строки О боги Знают Пропоста Те не убьют Так покалечат Венечка Беги Из зимнего утра В майский вечер Я думаю Что после смерти Человек увидит То во что верил При жизни Девственниц Или Вальгалу Или Петра Возле райских врат И я бы хотел После смерти Очутиться В таком Драйвинг Кинотеатре Для автомобилей И чтобы мне Все время показывали По кругу фильмы Это очень круто Ну смерть Это все равно Не конец Определенным Того что происходит На земле Я думаю Что Следует Какое-то Освобождение Может быть Так это Назвать лучше Да Ну после смерти Освобождение То есть человек Становится другим Другая форма Какая-то Вот Я думаю Может быть Не сейчас А Там Ну лет Через 200 Через 300 Как-то У нас люди Смогут Даже научно Это установить Ну я Почему-то так думаю Информационное Такое огромное Поле Там Вселенной Ну Как интернет Что-то вроде того То есть Человек умирает И попадает В интернет В третьем Риме Во втором Рае В новом Государстве Тоталитарного Строя Жила-была Девочка Которая Спала крепко Спала крепко И сладко Потому что Никогда не была Счастливой Потому что Каждый день Страдала И поэтому Ничего не боялась Не боялась Волков Утаскивающих В лес Полиции Стучащих Соседям В три часа ночи Соседки Кричащие Помогите Никаких В общем-то Ситуаций Иногда Только боялась Никогда Не проснуться И что Там Где она Не проснется Останутся Мама И папа И Рыжик И Маська И Леша Из второго Б А она Будет там Где все Кто не проснулся Там Не знала Она Где Туда Не знала Она Куда И Мама Папа Можно Я лягу С вами Держите Меня Крепко Крепко Чтобы Я всегда Была Здесь Я встану Утром И буду Снова Смотреть И слышать Слышать Как менты Вяжут Дядю Колю Потому Что Он Опять Что-то Не То Написал В Твиттер Смотреть Как Тети Тети Ани Тети Катя Забирают Младшего Потому Что Две Мамы Не Могут Вырастить Достойного Гражданина Смотреть И Слышать Как Вы Опять Пытаетесь Решить Можете Ли Быть Вместе Хотя Вы Блин Уже 20 лет Вместе Что Типа Еще Не Ясно Слушать Как Бабушка С Дедушка Еле Сводящие Концы С Концами Снова Хвалят Пластикового Президента А все Вокруг Все Еще Унижают Друг Друга За То Кто Что Ест Кто Во Что Верит И Во Что Одет Мама Папа Держите Меня Крепче Ведь Самый Счастливый Конец У Сказки Тот В Котором Все Проснулись По Настоящему Когда Мне Было 17 Лет Я Сидела На Пляже В Моем Родном Горде Череповце Чтоб Вы Понимали Это Ненастоящий Пляж Потому Что Ну Там Купаются Но Я Б Этого Не Стала Делать Более Того Там На Пирсе Даже Выложено Кирпичами Надпись Купаться Запрещено Но Почему Все Все Купаются И Более Того Там Даже Стоят Вот Такие Зонтики Или Как Эти Штучки Называются Ну Я Не Знаю Как Такое Бывает Видимо Это Какая Специфика Города Или России В целом Мы Сидели На Скамейке Верхом Как Сидят На Лошади Я И Тот Кого Я Целовала И Хотя Прошло Очень Много Лет Я Почему Все Равно Вспоминаю Этот Пляж На Как Я В Первый Раз Влюбился Например В Десятом Классе Это Было Влюбился В Свою Одноклассницу И Это Было Какое-то Жутко Депрессивное Для Меня Состояние Я С Таким Никогда Не Сталкивался Я На Протяжении Нескольких Месяцев Ходил В Каком-то Диком Депресснике Вообще Мне Ну Сейчас Конечно Это Прикольно Вспоминать Все И Как-то Даже С Какой-то Теплотой Но Тогда Мне Было Вообще Не До Шуток Вот Сильное Очень Переживание А В Остальном Либо Любовь Есть Либо Нет Как Сильное Слабое Это Уже Такое Это Наверное Необходимо Пережить Чтобы Сохранить В себе Человека Или Развить В себе Человека Вырастить В себе Человека Чтобы Иметь Возможность Чувствовать Сопереживать Переваривать Этот И Необходимо Да Уметь Эти Чувства Иметь В себе Эти Чувства И Для Этого Наверное Нужны Вот Эти Первые Любови Она У меня Случилась Уже В Университете И Для Меня Это Почему-то Ассоциируется Даже Не Почему-то Ассоциируется С Дождем С Какой-то Осенью С Цветочками Мокрыми Под Дождем С Ожиданием С Учащенным Сердечным Ритмом И Насколько Это было Умилительно Для меня В тот Момент То есть Я смотрел Просто На нее И Хотелось Этого Человека Целовать Этот Образ Который Зачастую Встречается У меня В стихах Он Продолжает Жить Я Общаюсь С этой Девушкой Я Продолжаю Испытывать К ней Какие-то Теплые Чувства Потому Что Я хочу Я намеренно Хочу Сохранить В себе Ее Образ Тот Который Я создал Тогда Это ночной эфир Моей провинции Где погасшим осенним костром Отмечено Начало дороги К опустевшему рынку Блэкаут Черномазые облака Выгоревшие вывески Как одописанные иконы Спил деревьев Кафе Две вороны Кровь После пьяной драки Живое пиво Живые раки Все живое Что же тогда С моей головой Суицидальная эйфория Как после Первой любви В комнате С карты Родины На стене Родинка На спине Слушали аудиокассету С русским рэпом Начало нулевых Хотелось убить Весь мир Чтобы ничего не поменялось Или убить себя Чтобы ничего не поменялось Не верилось Что тебя Тронет кто-то другой А я пьяный король Лежал голый Дайте мне шоколадку С фольгой И 05 Кока-Колы Мне кажется Выбирать самую сильную Любовь Это Как-то предавать Все остальные Любови Я любила Ни одного человека И я не могу Взять и Противопоставить Эти эмоции Они были разными Но мне кажется Что если Говорить о любви Как о действии То это как Ну как спорт Чем дольше Ты занимаешься спортом Тем дальше Ты можешь прыгнуть Тем больше Ты можешь пробежать И в любви Так же Чем Дольше Ты учишься Любить Тем сильнее Становится Любовь Тем честнее Становится Это чувство И если Соответствовать Этой логике То Самая сильная Любовь Это та Которая Сейчас Есть вещи Которые Я люблю Это например Музыка Там Панк-рок И глэм-рок И Вкусно Поесть И Пиво С водкой Люблю Живопись Люблю Работать Писать Кино И Собак Вот И Когда Любовь К Девушке К Человеку То Она В себе Объединяет Все Вот это Наслаждение Драйв Которое Я получаю От музыки И Нежность Которую Я испытываю К бездомным Собакам И Опьянение Приятное От Бухла И То Как я Работаю Вдохновляюсь Вот Когда Это Все Вместе Укладывается Любовь Это Такая Штука С Множеством Ножиков На Последнем Трамвае Под луной Цвета Олова Не Сказав Заранее Не Придумав Повода Ночью Просто Прийти Рвется Нервы В клубок Снег Следы Заметим Моих Ног Псы Тогда Не Учуют Луна Явку Не Выдаст Утром С Цыганами Укачуем К морю На Пристань У тебя На полке Пузатый Божок Нескончаемый Виски Кожу Поцелуями Жег Все Влюбленные Мазохисты Кровоточили Раны На Открытой Ладони Любовь Это Двоим Не Дожить До Парадной Это Стертые Цифры На Телефоне Это Когда Ты Наружу Словно Перед Икона Это Сеть Перегруженная Это Грохот Вагонов Это Урокам В карты Везет И Наверное В любви Мы стоим Над проспектом На пристань Мы с тобой Фонари Я вот сейчас Палец свой Обдираю И Мне кажется Что Россия Она вот сейчас Вся как Как Северно-компульсивное Расстройство Не знаю Я как Говорить Об этом Россия Это Жене Человек Даже Человеке Нельзя Сказать Что-то Конкретное Ну То есть Что он Только Такой Или Только Такой А в России Столько Людей Россия Сейчас Очень Тревожная Как Что-то Одушевленное Она Находится В каком-то Постоянном Такой С таким Тремором Все время В ожидании Того Что Что-то Произойдет Что Будет Хуже Почему-то Вокруг Меня Никто Не ждет Что все Сейчас Вдруг Станет Хорошо Почему-то Все Думают Что Будет Хуже И мы Вот Все Все Находимся В каком-то Ожидании Конца Я не знаю Может быть Потому что Мы просто Привыкли Жить Такими Эпохами От Переворота К Перевороту Может быть Это Массовая Паника Я не знаю И просто Все друг Друг Накручивают Но у меня Лично Есть Ощущение Действительно Каких-то Ускоряющихся Перемен Я вижу В себе Я вижу В своих Родных В своих Друзьях Я вижу Как меняются Мнения Мне кажется Что Россия Сейчас Очень Быстро Растущая Такая Может быть Как вот Те подростки Которые Выходят На митинги Может быть Вот это И есть Россия И она Очень Быстро Начинает Понимать Что с ней Происходит И что С ней Делают Когда эти двое Переглянулись И тот Что главнее Сказал Давай в отделение И меня повезли На обыск И экспертизу Я вспоминал Как на солнечной кухне Сквозь шум Оглушительных крон Прислушивался К тихому звону Внутренних погремушек Безусловного счастья Они сообщали Друг другу Тепло И бренчали Соприкасаясь Словно Клоун Нес ящичек С бутылочным лимонадом Словно ветер Игрался дверцей Чайной лавки Там на углу Я вспоминал Эту музыку Волшебную Дивную музыку И даже пытался Напеть Но меня отвлекали Сумерки Юго-восточного округа Его сутулые жители Мелькающие в окне И угрозы И злые слова Какофония Слов и угроз Тех двоих Что зачем-то везли меня На обыске Экспертизу Мой дед Достаточно Категоричный человек Очень много лет Поработавший на Крайнем Севере Европейского Союза Считал Что народу нужен кнут И народ Осознанно выбирает Себе этот кнут Кто такой президент Путин Ну наверное Это тот Кого Захотели выбрать Современные люди России Как я понимаю Для того Чтобы ответить на этот вопрос Нужно иметь Телевизор Ну такую штучку С экраном Ну вот такую вот Которую можно еще смотреться И Ну там Отражение Свою вид Если вдруг нет зеркала Так вот Дело в том Что Очень много лет назад Мне кажется Года так С 98 Я упразднила телевизоры Своей жизни Не то чтобы Я хотела бы не знать Но вот Я как-то все больше Как зеркало использовала Ну в смысле Я бы даже не включала Владимир Ну вообще имя красивое Да такое Вальдемар Путин Это Я думаю Что это Политический Функционер Конца 20-го Начала 21-го Века Я с уважением Отношусь К тем Детям Которые Донатят Навального И Поэтому Не хочу им Подпевать Сейчас Просто Путин Это Путин И Про Современную Россию Нас Мочить В сортире Повелел Адонис Но пришли Сатиры Мраком Угандонись Заварили Кашу Три недели Пили Драли Веру Нашу Салсберицким Шпилем Что-то На Олимпе Нынче Неспокойно Здесь Похитил Рифмы Тип Из Гоголь Центра Кто Не Европу Сперла Под Хиджаб Заныков Надожде Рвал Горло Дмитрий Львович Быков И Орел Зевесов Печень Жрал Свинцову За Стальной Завесой Небеса Свинцовые Там Пытают Током Там Втыкают Иглы Виноваты Только Игры 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 Часть Шестая Суши Нефть Течет По Пашням Боги В наши Уши Срали С телебашни Под шумок Рядятся В меры Полумеры А потом Родятся Новые Гомеры Любой Человек Там Должен Знать Что он Родился На этой Земле И что Не все Это просто Так По крайней Мере Какие-то У него Должны Быть Не знаю Какое-то Желание Тут что Лежить Желание Приносить Пользу Этой Стране Ну По крайней Мере Вот я Так Думаю Ну А иначе Что он Оставит Детям Своим Собственно Говоря Вот Если Не будет Такого Что Он Сможет Им Оставить Если Он Будет Так Плохо Относиться К своему Государству Пренебрежительно Все же Развалится Будущее Россия Кто Ну Что Будущее Расси Ну Это Мы Будущее Россия Получается Так Что Если Я Уеду Если Все Уедут Отсюда Что Здесь Останется Ничего И Как Тут Не То Что Там Путин Виноват Или Что То Еще От Нас Все Зависит Я Сейчас Думаю О То Что Для Меня Очень Большую Ценность Имеют Воспоминания И В Принципе Многие Тексты Которые Я Пишу Они О Том Что Вспоминается Они На этом Основаны Мы Как-то Разговаривали Со Знакомым Он Сказал Что Воспоминания Тянут Человека Назад Что Типа Ностальгия Она Совершенно Не полезна Потому Что Привязывает К месту И Я Думаю Ну Как бы Да Я Сейчас Вернулась Из Столицы В Небольшой Провинциальный Город И Возможно Для Кого Это Правда Шаг Назад Но Что Это Такое С точки Зрения Вечности Я Думаю Что Если Я Остался В Северодвинске То Во Первых Мне Было Очень Сильно Грустно Очень Много Очень Сильно Во Вторых Ну Опять же Я бы На какой-то На каком-то Уровне Застрял бы И Мне кажется Есть люди Которым Абсолютно Не важно Где они Находятся Они Развиваются Чем-то Занимаются И так далее А про себя Я понимаю Что мне Все-таки Важно Ну Важно То Что я Вижу Где я Живу Ну С Какими Людьми Общаюсь И Поэтому Ну Я думаю Что это было бы Не круто Если бы Я там Остался В бассейне Похожем На кастрюлю Больничную С коричневой Буквой Ты видел Как податливо Тонули Холодные Пластмассовые Куклы Сейчас там Захлебнувшееся Эхо И мутный Подымается Осадок И лампы Отразившиеся Сверху Плывут Как электрические Скаты Снаружи Воздух Синий И ноябрый И заостренные Обглоданные Кроны И когда Выйдешь ты На улицу Обратно Грачи Загаркают Продрогшим Баритоном И ты поедешь На трамвая Через Ваксу Перед зимой Темнеет Рано и надолго Даже от скучной Жизни Трудно оторваться Она способна Продолжаться Год за годом А дома светит Абрикосовый Торшер По всем каналам Лишь помехи До менты Тебе не хочется Тонуть Но ты уже Играешь В кукольном Спектакле Ты остыл Как та вода У кафельного Края Как темнота Закрытые Раздевалки Как в ней потерянные Шапочки И плавки Тебя никто Теперь За них Не отругает Я прекрасно понимаю Что значит Жить в Толице Я прекрасно понимаю Что такое Москва Сколько там Возможностей И Как это Чего бы ты могла Добиться Я все это Прекрасно понимаю И Я понимаю Что когда я Говорю о том Что Там не место Красить человека И что В маленьком городе Тоже можно Многого добиться Ну нет Ну это чушь Натурально чушь Здесь ниже зарплаты Здесь меньше возможностей Ну в каком-то смысле То есть С одной стороны Здесь Меньше уровень Ну некой известности Амбиции Да Удовлетворения Амбиции С другой стороны Здесь непаханное поле Проектной деятельности Как бы Очень многие вещи Которые в Москве Уже просто Вот уже по горлу Здесь Являются Чуть ли не новаторством Ну как бы С другой стороны Просто когда я Говорю о том Ну вот об этом Я понимаю Что это немножко Ну вранье Я здесь не за этим И в Москве Я была не за этим Я не потому Что это амбициозно Потому что Это как-то Много дает возможностей Я четко понимаю Гороховый пердуху Как гороховый пердуха Моя девушка спрашивает Говорят с акцентом Музыка девяностых Элементом механизма Элементом механизма Что раньше Промышляют Промышлять таким способом Написала Что до этой бесконтрольной Нежности Здесь был непролазный лес Здесь был непролазный лес Вырос город В нашей норе Скоро проложат газопровод А рядом пустят метро Я уже чую нутром Нам не сдобровать Это кто-то другой решил Что так хорошо Это кто-то чужой Пришел, решив Что так будет лучше для всех Как тогда Я сижу на кровати В красном платье Тыкаю в пальцы иголкой Мне пять лет Папа ушел за елкой Сказав предварительно Что Деда Мороза нет Мы выходим на свет Смотрим на серые Одинаковые спины домов В которых счастливы Наши маленькие сестры Уже достигшие Детородного возраста Мы входим в подъезды В которых наши Младшие братья Теперь обычные гопники Со шлюзов Уверенным ножом Обрезают бутылку Я понимаю ясно Ничего не получится Я понимаю ясно Никакой новой норы Я говорю ему Садись говорю на меня Верхом говорю Поехали в главный город По дороге придумаешь Слово Но смотрю он уже забивает Я смотрю он уже все забывает И любовь Или как она теперь называется И смерть Или как ее здесь называют И перерождение Все семь лет Говорит Кать Ну что ты света Представь что мы не дожили До рассвета Зая Будто нам подломили сваи Маша Как будто мы до сих пор В нашей могиле норе Здесь же лучшее место на земле Взрывай Саня Смотри какие хорошие люди И дома хорошие Серые Одинаковые Но теплые Хорошие Какой главный город Я пойду работать На автоваз Да никогда я не хотела Становиться пилотом Даже когда заканчивал Летный класс Просто тебе все время Нужно кем-то восхищаться И не то чтобы я хотела Прощаться Но что с тобой не так вообще Что блин С тобой не так А я что же Мне никто не говорил Что так можно Меня никто не учил У меня была Хорошая школа С углубленным изучением Эстетических дисциплин Я учила Евангелие от Егора Я учила Евангелие от Маккиавелли Я помню заветы Янки Да это правда смешно Когда юные девушки Прожившие счастливую жизнь Пишут о религии Или о войне Но в моей истории Ты въезжаешь в главный город Верхом на белый Уставший мне А он так сказал Не выстоять Душевным реем В вонючем городском ветру Любовь на фене Сеет семя Разводит праведный базар А сверху над домами реет Горлане Больше не умру Великомученик Есенин И синь сосет его глаза Красиво, в общем-то, сказал И поднявшись со своей коляски С которой за семь лет Он так и не привстал Хоть и боролся С уставшим своим телом Словно последний его поезд Покидал вокзал Будто про нежелание Быть пилотом Он соврал Он поднялся Побежал Быстро-быстро И взлетел Я Ну, в другой России не жил То есть Мне же 21 год Она однозначно большая Я вот недавно в общежитие В общежитие заехал В ГИКе И там у нас был такой шкаф Там висел портрет Владимира Путина На нем распечатанный Ну, мы его так Его чуть-чуть согнули Так отвернули Ну, то есть Отрывать не стали Все-таки Как-то боязно Я на самом деле Тоже по факту Нахожусь в оппозиции Просто она такая Как сказать Более Дзен-будистская Что-то Россия сейчас феодальная Феодально Раздробленная Это такой Своего рода Такое старое Советское здание Крепкое Крепкий фундамент Старые кирпичи Старые стены Которые сейчас пытаются Покрыть новой облицовкой Но на старом фундаменте То есть Не создавая что-то новое Не строя Новых крепких зданий Потому что Новые крепкие здания Как новые спальные кварталы Сейчас Где тонкие Картонные стены И слышно Как сосед наверху Моет руки В данный момент Я не вижу ничего Нового Создающегося В стране То есть Только Попытки На том Что уже есть Просто Под другими флагами Навязывать Свою точку зрения Свою власть Свои Экономические Приоритеты В России Сейчас просто Это некий Старый уже Требующий Ремонта Механизм Организм Дом Который просто Пытаются Штукатурить Гастарбайтеры С ближнего Зарубежья Я Прячусь Путин Это не кто Такой Владимир Путин Это что Такое Потому что Мы его Как человека Не знаем И Отвечает на вопрос Кто он есть Я не готова Но Владимир Путин Это Однозначно Такое Кривое Зеркало Нашей Действительности Нашей Страны Нас Вот То Какими Мы являемся Таким Является Он Он Наше Отражение Можно В него Смотреть И Вот Настолько Насколько Вы Любите Его Настолько Вы Любите Себя Насколько Вы Его Ненавидите Настолько Ненавидите Себя Мне кажется Так Я Не готова Снимать Себя Ответственность И Говорить О том Что Я Не Выбирала Этого Человека Или Я Не Ходила На Выборы Поэтому Я Не Несу За Это Ответственность Я Несу Ответственность За Это Лицо Точно Так же Как Несут Ответственность Все Остальные Россияне На Этой Кассе Слабослышащий Сотрудник На Этой Женщина С Усталыми Глазами И Если Вдруг Ее Сейчас Не Станет То Наших Легионов Не Убудет Встречаюсь Взглядом С Мерзлой Мертвой Рыбой Что Купят Станут Потрошить И Чистить И Если Мы С Тобой Простые Числа То Нам Положен И Покой И Выдох Стою Всю Очередь От Водки До Батонов Глаза Не Глядя От Того Что Плакать Стыдно С Коробочкой Расплавленного Сыра Мороженые Рыбы Тонут Тонут Нам Выставлять Израненные Ноздри За долю Живого Кислорода Я К старости Все ближе Год От Года Но Все еще Не знаю Что там После того Как нас Зажарят И разложат По белым Чисто Вымытым Тарелкам Кому Молиться Что С собой Делать В текущий Здесь Период Многобожья Как Раздвигать Израненные Ребра И петь Ногоголосые Хоралы Их Колотые Резаные Раны И губы Их Охрипшие От рева По четвергам На всякой В мире Кухне Как Денег По карманам Не нашарю Так Пробираюсь С тропами Ашана Мы Все До воскресения Протухнем И Не придем В отглаженных Рубахах И Не Воссядем В праздничном И в Алом Не Будет Ни Петра Ни Иоанна Ни Гнева Ни Сомнения Ни Страха Не Будет Почерневших Виноградин Ячменных Перемолотых Колосев На Мкаде Так Накрапывает Осень Что Никому Из В продавленных Глазницах Это Эпоха Кто Такой Владимир Путин Это Эпоха Целая Эпоха Жизни Вот Все Мое Сознательное Время Ну В котором Прожил Получается С 2000 Года Даже Нет Раньше С 99 Года Он Появился Ну Все Да Было С этой Эпохой Связано Конкретно Там Что-то Вот Прям Плохо Или Хорошо Сложно Сказать Прям Однозначно Плохо Да Или Как Сейчас Любят Критиковать Вот Все Все Так Все По-другому Бы могло Стать И все Остальное Не знаю Я Честно Как бы Задумываясь Естественно Меня это Волнует Все И Я Проработал Долгое Время В структурах Силовых Есть Какое-то Определенное Понимание Изнутри Так скажем Что происходит И Конечно По сравнению С тем То что Было у нас И В 90-е Годы С тем Что стало Сейчас Ну Естественно Сейчас Как ни крути Все равно Лучше У прохожего Прикурить Попросил В итоге До утра На его кухне Обсуждали Федерико Гарсия Фонари Потухли И через Слякоть Осеннюю По Невыспавшемуся Проспекту Шел Воскресенье С вином С мектой Она Курила Ухудавшись В тюль Наблюдая Как Лицо Площади Сминают Берцы Где-то Визжал Сиреной Патруль Звук От которого Сжимается Российское Сердце Ведь у всех Душа Революция Великая Не сродни Затеям Навального Сверкает Предновогодняя Улица Крутится Мир В машинке Стиральной Облака Неба Расшили Знаю Точно У счастья Голос Теплый Женский А у Бога Тембр Мамардашвили И глаза Детские Я сюда Действительно Вернулась Из-за того Что у меня Есть привязки К местам Мне нравится Ходить по улицам Которые наполнены Моими воспоминаниями Когда я иду И я вспоминаю Что за следующим Углом Происходили Какие-то события Важные для меня Мне нравится Это помнить Мне нравится Ощущать Привязанность Сейчас Вот Там Любят Вспоминать Имперскую Россию Царскую Россию А что их вспоминать Да Ну Они сбежали Все Спи До лета Осталось Много Синих Ночей Тихих Песен Ключей Ото Всех У нас Пангруппа была Какой там Детство Спи Нет нас Ветер Полей Белей Цветов Тяжелей Как они Пахнут Ну ты даже Выбрала стих Который я хотел Тоже читать Субтитры Несут Верблюды На спину Свои Чеки Они Придут Отдадут Июнь Звезды Что Далеки Луны Что Глубоки Желты В странах Чужих Порты Спи На лепинах Большой Невы Где не пусть Далеко Как мы Хочешь Погадать На Сенеке Ну как Может быть Название От бога По-моему Может быть Ерунда Надеюсь Теперь я Уступаю Место Не в Пустоте Тогда мы Понимаем Что Создавляться Правильно Может быть Буквально Там Вода Через Два Через Три У нас Там Какой Нибудь Рецепт Бессмертия Откроет Или еще Что-нибудь Вот И Не дай бог Как бы Владимир Путин У нас Пройдут На земле Века Ангелы Падают В облака Спит Вот Тебе Моя Рука Она Как Полян Века Как Сихотворение Семь Стракан Как Сихотворение Семь Стракан Уг Biraz Нежели Нежели С�ь Сь 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok